Добрый день, уважаемые лидеры! Давайте еще раз уточним, всем ли меня слышно, всем ли видно презентацию. Через несколько минуточек мы начнем с вами. Сейчас я поставлю на запись наш вебинар. Доброе утро, добрый день, у кого что, потому что, судя по географии, у нас достаточно большой регион к нам присоединился. Есть лидеры Белоруссии, есть лидеры России разных городов, даже Благовещенск. К вам добрый вечер отдельный. Отдельный привет всем из Сургута, из Крыма, из Санкт-Петербурга, из Воронежа. Нас очень много. И, в общем-то, по нашим вебинарам, точнее, можно изучать географию. Находка Днепр, Украина. Огромный привет вам. Хабаровск, отлично. Наша география расширяется. Как это, до самых, да, окраин дошли. Большой необъятные страны Пинск, Беларусь, Нефтекамск. Отлично. Спасибо вам огромное, что вы сегодня нашли время и присоединились к нашим вебинарам просто о сложном, где мы, как всегда, говорим о продукции компании Арифлейм, останавливаясь на каком-то одном конкретном либо продукте, либо аспекте этой продукции. И, конечно же, в большей степени мы всегда говорим, рассказываем о наших ключевых продуктах. Это уход за лицом и велнос. Напишите, пожалуйста, что если кто-то не слышит, нужно зайти с другого браузера. Сейчас, секундочку, я дам ответ. Вы пока пишите обязательно в чат, откуда вы. Мы сейчас уже через секундочку начинаем. И я думаю, у всех прекрасное настроение сегодня. Я, кстати, делюсь с вами не только прекрасным настроением. Меня зовут Анастасия Фурка. Я с вами делюсь еще и прекрасной погодой, потому что у нас сегодня за окном плюс 20. У нас наступило бабье лето. Оно в самом разгаре. И, в общем, у нас тепло. И вот капельку тепла, кому-то, может быть, не капельку, я с удовольствием передаю. Вот где-то идет снег, а у нас, понимаете ли, сирень зацветает. Отступление небольшое. Пока мы ждем, когда все присоединятся. Если что, если у кого-то еще будут вопросы относительно звука, пожалуйста, дублируйте эти рекомендации в чате. И я пока чат на данный момент отключаю и не обращаю на него очень большого внимания, потому что мы должны сосредоточиться с вами в первую очередь на нашей презентации. Итак, как всегда, мы уже говорим о том, что все мы сегодня присутствуем на вебинаре из цикла «Просто о сложном», где мы говорим о продукции Арифлейм и где присутствуют, безусловно, лидеры, которые любят и хотят еще более эффективно работать с этой продукцией, развиваться и, в общем-то, быть в курсе всех последних новинок, трендов на косметическом рынке. И, конечно же, мы делаем это для того, чтобы повысить вашу экспертизу, повысить вашу уверенность в себе как в профессионалах, в себе как в человека, который является экспертом или консультантом. И, соответственно, может давать консультации по той простой причине, что он прекрасно разбирается в этой продукции, знает все тонкости. И самое важное, что, зная все тонкости, вы можете об этом рассказать очень просто и понятно для широкого круга ваших слушателей, клиентов или консультантов. Поэтому мы всегда говорим «мы», когда говорим о том, кто создает эти вебинары, потому что работают здесь два эксперта стран СНГ. Это Светлана Назарова, косметолог-эксперт нашей компании, и я, Анастасия Фурка, эксперт по продукции стран СНГ. Поэтому сегодня, как вы понимаете, мне выпала честь общаться с вами и рассказать вам о такой интересной теме, что такое успех. Еще раз попрошу вас отвечать, копировать мой ответ относительно звука и давать эти рекомендации всем, либо зайти с другого браузера. Другого варианта у нас, к сожалению, нет. У всех остальных все прекрасно слышно. Итак, сегодня, как я уже сказала, мы поговорим на тему. А что значит быть успешным или почему мы, люди, живущие в 21 веке, сегодня выбираем Wellness Pack. Итак, давайте для начала еще раз поговорим о том, на какие вопросы мы получим ответы в рамках этого вебинара. На самом деле мы поговорим о трех аспектах. Мы поговорим и определимся все же, что же такое успех, что же такое значит быть успешным в современном мире, кто такой этот успешный человек. В данном случае мы остановимся на том, какие навыки, какие, может быть, привычки и какие знания должны быть у этого современного человека, чтобы в 21 веке быть успешным. Ну и, конечно же, мы поговорим о том, а почему же Wellness Pack. И при чем здесь Wellness Pack и успех в современном мире. Итак, давайте начинать. И начнем мы с того, что получим ответ. А что такое успех? Давайте пишите ваши ответы в чате. Как вы считаете, что такое успех? Может быть, вы как-то его определяете, либо у вас есть свое собственное определение слова «успех», потому что у каждого слова есть свое понимание, свое значение. Да, вот что такое успех для вас? Как для лидеров, как для современных людей, живущих в 21 веке, в больших и не очень городах, в общем-то, в сегодняшнем дне, 9 ноября 2016 года. Что такое успех для вас сегодня? Может быть, это какие-то, что-то измеримое, что вы понимаете, что я могу себя причислить к успеху или не могу. Что значит для вас, милые дамы и господа, успех? И как вы определяете, успешен человек или не успешен? Или успешны ли вы, или не успешны? Вот, давайте пишем в чат. Так, пошли. Успех – это достижение, цель, достигнутые цели. Спасибо огромное. Здоровье, финансовое, видимо, благополучие. Успех – значит, успеть. Ох, как мы с вами думаем, одинаково, Маргарита. Хороший вариант. Своя личная реализация. Отлично, спасибо большое. Какие еще варианты есть? Ответы на этот вопрос. Гармония во всех сферах жизни. Ну вот, еще раз убеждаюсь в том, что лидеры компании «Арифлейм» не понаслушке знают, что такое успех, да, и, как всегда, бьют своими ответами в самую точку, да. Вы все говорите правильно. На самом деле, как вы правильно замечаете, это действительно гармония во всех сферах жизни. Но в большинстве случаев, наверное, когда мы говорим слово «успех» либо другое какое-то слово, да, то так, как мы с вами вообще мыслим, думаем картинками, как всегда, у нас возникают определенные картинки, образы, которые возникают в нашей голове, да. То есть если вот эта гармония, то у нас рождается, наверное, в голове рисунок благополучной семьи, где мама, папа, я спортивная семья, это дом, это машина и так далее, и тому подобное, совпадение реальности с мечтами, успех достижения цели в гармонии со своим внутренним «я». Да, все абсолютно верно, вот прям в точку. Но, как я еще всегда говорю, да, что если спросить любого человека на улице, простого человека, вот просто провести такой соцопрос, то в большинстве случаев, да, когда вы спросите, что такое успех, люди будут говорить о чем-то материальном. В большинстве случаев это вот какие-то картинки, это какие-то вещи измеримые, да, либо это может быть определенное количество денег, либо это какие-то гаджеты, либо средства передвижения, будь то дорогие машины, яхты, самолеты и так далее, и тому подобное. Ну или, в общем-то, в большинстве случаев это жилье, высокого класса, элитное какое-то жилье во всех наших там городах, да. Но, как вы правильно заметили, что на самом деле вот эти материальные выражения успеха – это, если так можно сказать, это следствие, следствие достигнутого успеха, но это не сам успех. И, как вы понимаете, у слова «успех», как и у любого другого слова, есть словарное определение, то есть все это выражается в каких-то словах, в различных словарях, которых великое множество, но, в общем-то, что тут стоит заметить, они всегда плюс-минус одинаковые, но, как вы поняли, мы всегда думаем картинками. И вот ученые провели социологическое исследование, и из всех ответов респондентов составили вот такую своеобразную картинку, что значит быть успешным, что такое успех в понимании современного человека. Это соединение трех вот таких огромных, наверное, величин. Первое – это делать то, что нравится, то есть найти то дело, от которого ты будешь получать удовольствие. Делать то, что получается хорошо. То есть то, что может получаться хорошо, может быть, я буду делать, что на станке фрезеровщиком у меня будет хорошо очень получаться работать, и у меня будут детальки хорошие, ровные, красивые выходить, но при этом мне это не будет нравиться. То есть есть такой вариант. То есть здесь должно быть и то, и другое. И это должно и нравиться, и это должно и хорошо получаться. Либо мне может нравиться шить, но при этом у меня получаются из ряда вон некрасивые, неправильные вещи, строчки и так далее и тому подобное. То есть первое. Первые два таких важных момента – делать то, что нравится, то, что хорошо получается. И третье немаловажное – делать то, за что много платят. То есть найти еще и себя в такой области, где бы ты мог и самовыражаться, делать то, что нравится и хорошо получается, но при этом еще и быть высоко оцененным со стороны общества. То есть люди готовы будут тебе платить достаточно хорошие деньги за твою шикарную работу. И именно вот это соединение трех вещей, я бы сказала даже не то, что они стоят рядом, а вы видите, они соединяются. И вот на пересечении всех этих трех кругов и рождается успех. Тогда ты, в общем-то, и мечтаешь, точнее и твои мечты притворяются в жизнь, и, в общем-то, ты увлечен чем-то и делаешь это с удовольствием. И, безусловно, у тебя есть все для того, чтобы ты мог вот этот успех свой закрепить и выразить в чем-то материальном. Купить себе дом, одежду, какую хочешь еду, очень правильную, очень вкусную и так далее и тому подобное. То есть вот это то, что на сегодняшний день можно сказать, назвать, точнее, определением успеха в современном мире. Но давайте вот еще был отличный ответ, да, что слово успех имеет однокоренное слово – успеть. То есть успевать. Ты успешный, значит, ты успеваешь. И вот сейчас следующий вопрос, дамы и господа. Скажите, пожалуйста, вот ту девушку, которую вы видите на картинке, можно ли ее назвать успешным человеком? Здесь, в общем-то, вы видите такой пример, который есть у нас на виду всегда. То есть это такой человек, девушка, которая, естественно, мы все реализуемся в большей степени на работе. Мы проводим здесь максимальное количество, наверное, времени. Ну, при этом, да, она успевает, с одной стороны, но при этом для того, чтобы успеть, она сильно задерживается на работе, наверное, сидит там с красными глазами, делает, скорее всего, то, что у нее хорошо получается, в общем, все, что нужно. Но вот это, этот пример, это пример успешного человека все-таки, наверное, ей доволен начальник, потому что она выполняет все его пожелания, требования, да, такой хороший-хороший работник. Вот видите, вы все сходитесь во мнении, что нет, действительно нет гармонии. Успешный успевает, и при этом успевает не за счет того, что он выкраивает время у других сфер жизни, ну, в данном случае у семьи, у развлечений, у друзей, да, а он успевает все вовремя, потому что он умеет планировать свою жизнь, да, и действительно, вы заметили, что это трудоголик, а трудоголик не равно успех. Скорее всего, эта девушка, безусловно, ну, делает то, что у нее хорошо получается, вполне возможно, что она за это получает хорошую компенсацию в смысле материальной выгоды и зарплаты и так далее, там подобное, и других бонусов. Но при этом, наверное, вот действительно по лицу заметно, что ей это не совсем нравится. Это уже значит, что успеха здесь нет. И для того, чтобы быть успехом, быть успешным, да, и получить этот успех, нужно действительно в первую очередь делать все вовремя и уметь согласовывать все планы, да, получать нужный результат в отведенное для этого время, если так можно сказать. Поэтому действительно это не одно и то же. И тогда мы переходим к следующему моменту. Что нужно? Какие навыки должны быть у современного человека, чтобы быть и считать себя успешным? И вот здесь мы решили выделить их такими словами. Первое – быстро, и второе – хорошо. Первое. Что нужно делать быстро в современном мире? Ну, вот сейчас, кстати, да, я думаю, вы со мной согласитесь, что 21 век – это как раз-таки век информации. Чего еще век? Век быстрый его еще называют, да, то есть век большого выбора, всего много и все быстро. И поэтому нам с вами, если мы хотим быть успешными, век технологий, действительно, которые, кстати, очень так же быстро меняются. Если раньше у нас, ну, пример с телефонами, да, телефон выходил, может быть, раз в год какая-то новинка, да, то сейчас у нас выходит в месяц, может быть, парочка-тройка телефонов, новомодных гаджетов появляются у разных фирм, компаний, и это тоже все быстро происходит. Соответственно, нам с вами, живущим в 21 веке, нужно быстро. Что делать быстро? Находить и запоминать информацию. И здесь Элвин Тоффлер сказал такую замечательную вещь. Это американский философ и социолог. Он жил в 20 веке, но, видимо, как-то вот он чувствовал очень хорошо век грядущий. И он сказал, что безграмотным человеком в 21 веке будет не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться, да, потому что здесь нельзя сказать, что я это выучил когда-то и буду этим пользоваться. Все очень быстро умеется и меняется, и, соответственно, и информацию, и уметь находить ее быстро, и запоминать, и перерабатывать, и, конечно же, учиться тоже нужно быстро. И хорошо, хорошо себя чувствовать и хорошо выглядеть. То есть чувствовать себя хорошо здесь мы имеем в виду вот все физические параметры. То есть это и ощущение в теле, это легкость, это, безусловно, здоровье, это подтянутая фигура. И здесь мы не говорим о килограммах, да, там о размере S или XS, вот таких навязанных каких-то критериях, мы говорим о том, что это может быть и размер и M, да, или L, если большая широкая кость, но при этом подтянутый человек, очень красиво выглядящий, с хорошей прической, с горящими глазами и с улыбкой на лице. И, соответственно, это то, что является нашей визитной карточкой, это наш внешний вид, это то, как нас оценивают окружающие и то, за что, наверное, нас берут или не берут на работу или замуж, или там, я не знаю, ну вот, в общем-то, мы всегда сами себя презентуем, мы в любом случае всегда презентаторы. Ну вот это в общем. А что конкретно, да, вот что конкретно должно быть у современного человека, чтобы действительно считать себя успешным? Вот если говорить конкретно, да, о чем нужно задуматься, а есть ли у меня это или есть ли это у моих близких людей, то первое, это, конечно же, высокая стрессоустойчивость должна быть у сегодняшнего успешного современного человека. Что это значит? Стрессы в нашей жизни были, есть и будут, они будут большими или маленькими, но весь вопрос в том, как мы к ним относимся. Можно, конечно же, в общем-то, уйти в грусть, тоску, печаль, а если ты успешный человек, то ты либо умеешь, в общем-то, эффективно с ними работать, с ними справляться, либо если это небольшой какой-то форс-мажор, так сказать, то ты его просто не заметишь, да, и пройдешь мимо этой ситуации. На самом деле это очень полезное качество и очень нужное, потому что действительно из-за стрессов происходит очень много того, что не должно происходить. Стресс может стать причиной и плохого сна, я думаю, что вам это не нужно рассказывать, и переедание, и плохого самочувствия и так далее, и тому подобное, да, и там плохих, не очень хороших отношений с окружающими. Поэтому здесь, конечно же, высокая стрессоустойчивость, она очень важна, и это, ну, наверное, основа основ. Второе важное качество современного успешного человека – это низкая утомляемость. Конечно же, в нашем организме заложено, да, такой механизм, как вот возбуждение, так сказать, это наша активная деятельность в течение дня, и это механизм отдыха – это сон, и это восстановление сил, это нам действительно нужно. Но вопрос в том, какое соотношение у вас этих двух механизмов идет, да. Да, если больше вам нужно, сделав небольшую какую-то работу, либо усилие умственное или физическое, и вам требуется сразу же часовой или двухчасовой перерыв, то нужно задуматься, да, насколько вы все-таки эффективны в своей работе и насколько эффективен ваш организм, да, потому что низкая утомляемость сейчас, как вы поняли, век, мы уже с вами разобрали, век технологий, век большого потока информации, с ней нужно справляться. Причем здесь мы говорим и о физической утомляемости, и об умственной утомляемости, потому что на нее порой затрачивается большее количество энергии, чем даже на физическую работу. Высокий уровень потребления информации. Действительно, за день мы получаем с вами даже в нашей работе, да, огромное количество писем, огромное количество разной информации, которую нужно не просто вот прочитать, да, а нужно увидеть и осознать. Вот тоже самое значит, можно сказать, что не просто смотреть на информацию, а видеть ее. Видеть – это значит осознавать и пропускать через себя, и уметь ее потом применить. Вот если мы видим, значит, и осознаем, значит, эта информация как-то перерабатывается нашим сознанием, и, в общем-то, мы ее потом можем использовать. Если мы на нее просто посмотрели, то она, в общем-то, нигде не задержалась, и потом ее вы, конечно же, не сможете использовать. Высокая степень адаптации. Это такая подстройка, да, под сложившуюся ситуацию. Вот в современном мире, конечно же, многие даже могут сказать, что мой адрес не дом и не улица, а мой адрес большая страна – Россия, Украина, Беларусь. Мы очень часто передвигаемся, мы очень часто куда-то перемещаемся, даже вот, ну, с точки зрения какой-то геолокации. И очень хорошее качество современного успешного человека, когда вы можете быстро адаптироваться, да, и не вспоминать, как было у вас где-то там, а вот жить здесь и сейчас и найти те хорошие вещи здесь и сейчас, ну, например, в данном конкретном городе и наслаждаться ими, да, быстро адаптироваться к сложившейся ситуации, к изменению климата, я не знаю, к изменению обстановки и так далее и тому подобное, и чувствовать себя везде хорошо. Фоновый позитивный настрой. Что здесь мы имели в виду? Мы имели в виду, да, конечно же, это не тот человек, который всему улыбается и всегда на позитиве, но это, конечно, утрирование какое-то, потому что мы с вами, конечно же, люди, эмоции нам даны и они должны выражаться. И вот, ну, так сказать, быть всегда на позитиве – это сложно, это все равно игровой какой-то момент, но при этом вот фоновый позитивный настрой, он даже в каких-то моментах может быть стрессовых, не совсем приятных, но вот в этих моментах и проявляется, есть ли он или нет. Это когда вы ищете не причины того, что произошло и не разбираете ситуацию на кусочки, прокручивая, как бы оно, может быть, могло произойти, а ищете пути выхода и ищете какие-то положительные плюсы, потому что вам эта ситуация, как бы мы ни хотели, она дана нам для чего-то и всегда в каждой ситуации есть свои положительные моменты. Ну, или вы имеете какие-то такие, ну, свои положительные, я не знаю, убеждения, которые помогают вам проходить сквозь эти непростые ситуации. Делюсь своим, и оно действительно работает, мне очень нравится, мы хорошие люди, нам повезет. И это действительно срабатывает, да. И еще один важный момент для успешного современного человека – это адекватное самовосприятие, да. Здесь мы говорим о том, что здесь есть баланс восприятия, когда человек знает и свои сильные качества, и свои слабые качества, и, соответственно, развивает слабые качества и усиливает сильные, а не когда, да, мы говорим либо, что я совершенно плохая и у меня нет ничего хорошего, либо я приобретаю вот этот вот вариант ощущения себя как нечто неповторимое, это, конечно, хорошо, но если это в высокой степени, в геометрической прогрессии, то зачастую такие люди, ну, наверное, тоже к себе относятся очень-очень неправильно, оценивают себя как человека, живущего в социуме, да. Высокая, завышенная, точнее, самооценка здесь тоже является минусом, а вот адекватное самовосприятие – это то, что нужно. И, соответственно, понятно, да, что вот когда мы имеем этот набор каких-то определенных качеств, то мы называем себя успешным человеком. Но на самом деле таких людей полностью, да, таких гармоничных и имеющих всех этих качеств на сегодняшний день не так много, потому что самая главная проблема 21 века – это отсутствие энергии. Что значит энергия и что мы здесь понимаем, да, под этим словом? Ну, скорее всего, здесь речь идет о конкретных ситуациях, когда мы за неимением вот этой внутренней энергии мы начинаем прикрывать какие-то свои неудачи, неуспехи, перекладывая ответственность себя на другого человека. То есть нам не достает ни сил, ни вот этой вот внутренней энергии и адекватного самовосприятия себя для того, чтобы, ну, достаточно так со стороны оценить эту ситуацию здраво. И что тогда получается? Срабатывает защитный механизм у человека. И вот это, как я уже сказала, неумение или неуспех мы перекладываем каким-то образом на другого человека, на ситуацию. И происходят тогда такие выражения, что это не я виновата или не у меня не получилось, а это вот она, выскочка, все быстро сделала, там как-то что-то быстрее меня. Она, в общем-то, здесь успела, но, в общем-то, это не она молодец, и она это заслужила, потому что у нее есть определенный набор качества, а это она плохая, потому что она меня обошла. Либо мы виним в этом ситуацию, либо мы виним, может быть, полностью себя, но не говорим, что у нас это получилось плохо, да, как поступок, а называем себя плохим. Почему это из-за вот этих недостатка внутренних ресурсов? Адекватно оценить и ситуацию, и себя в этом. И тогда, когда внутренних ресурсов не хватает, мы обращаемся к внешним факторам, которые помогут нам восполнить наш уровень энергии. Что это может быть? Ну, самое простое, внешний энергетик, внешний повышающий уровень энергии препарат – это, конечно же, еда. И в большинстве случаев мы вот эту внутреннюю, внутренний недостаток мы компенсируем за счет еды. И сразу же автоматически мы попадаем в двойную ловушку питания современного человека. Что это значит? Это значит, что классический вот такой пример, да, я думаю, что, опять же, он всегда на виду, и он бывал в нашей жизни, или мы его видели в числе наших подруг и так далее и тому подобное. Когда есть, например, стресс, не хватает внутренних ресурсов с ним справиться, не хватает вот этого самообладания, позитивного настроя, и для того, чтобы его как-то пережить, пересмотреть эту ситуацию, мы выходим из положения, добавляя себе эндорфинов, гормонов радости за счет еды. Но тогда мы, в общем-то, попадаем вот в эту двойную ловушку питания, как я сказала, и мы получаем, с одной стороны, избыток простых и неправильных углеводов, жиров, большого количества различных улучшителей вкуса и увеличителей аппетита и так далее и тому подобное, что приводит в конкретном итоге к избытку лишнему весу и ухудшению самочувствия. И при этом, опять же, в то же самое время мы испытываем недостаток, недостаток других питательных веществ. И обратите внимание, что в большинстве случаев мы как раз-таки говорим не об основных питательных веществах, это углеводы, белки, жиры, хотя белок здесь тоже присутствует, потому что все-таки налегаем мы в этом случае на что-то вкусное, то, что, в общем-то, ну так сказать, приятно и нашим рецепторам вкуса, и приятно и вкусно выглядит с точки зрения этикетки. И чаще всего это углеводы, либо это и углеводы, и жиры, и большое количество всяких различных там улучшителей, да. Но при этом там не хватает в первую очередь, да, белка, безусловно, но обратите внимание, что дефицит мы испытываем еще и микронутриентов, то есть это те вещества, которые нужны нам в минимальном количестве, но они важны для нашего организма, потому что они у нас не вырабатываются. Это витамины, минералы, это полиненасыщенные жирные кислоты, да, полезные для нас жиры, это вода и, соответственно, это антиоксиданты. К чему это может привести? К ухудшению здоровья с течением времени, а может быть и достаточно быстро, в зависимости от того, как часто мы их не едим. И, соответственно, мы говорим о том, что вот эти микронутриенты, да, так называемые микронутриенты, то есть это питательные вещества, которые нужны нам в очень небольших количествах, но при этом они играют очень важную роль в нашем организме, потому что они встраиваются во все системы нашего организма и помогают нашему организму работать, но мы из них не состоим, как белки, жиры, углеводы, мы из них не получаем энергии, как таковой, да, которую мы можем куда-то тратить, но они должны присутствовать в нашем организме. При этом они нашим организмом не вырабатываются, да. Что это такое? Это витамины, это минералы и это омега-3 жирные кислоты, да, то есть или полиненасыщенные жирные кислоты. Если говорить с русского на понятной, то вот микронутриенты можно сравнить со специями, которые мы добавляем в пищу. Почему? Вот у меня родилось такое сравнение, потому что, смотрите, с одной стороны мы их добавляем в любое блюдо и они сразу улучшают вкус, да. Например, та же самая соль, в небольшом количестве, либо какая-то пряность к мясу, да, очень вкусно сразу становится, либо ванилин, я не знаю, в выпечке домашней, сразу улучшает вкус, ее чувствуется, но ее нужно небольшое количество, как и микронутриентов. Из специй, да, нельзя что-то состряпать, нельзя приготовить из них блюда, если использовать только их, нужны дополнительные основные базовые продукты для выпечки или приготовления пищи, но при этом, как я сказала, они улучшают вкус, они делают вкус ярче, интереснее, приятнее, я не знаю, вкуснее, радостнее становится жизнь, вот как радуга расцветает, да. И поэтому вот микронутриенты точно так же работают в нашем организме. Когда они есть, наша жизнь цветная, как только их нет, да, мы чувствуем усталость, стресс, мы перестаем, в общем-то, быть энергичными, и у нас высокая утомляемость и низкий уровень потребления информации. Очень сложно что-то сделать, когда нет вот этих вот специй в нашей с вами жизни, как таковой, в нашем организме. Поэтому они должны быть. Где их брать? Самый простой ответ из еды. Из еды, дамы и господа, да, многие так считают, но это действительно, наверное, так, потому что каждый продукт питания, если вы посмотрите там различную инфографику на эту тему, то вам напишут, что витамины группы А, точнее, витамин А есть в таких-то продуктах, витамин группы В есть в таких-то продуктах, витамин группы, господи, витамин С есть в других продуктах, там магний, кальций и так далее, и перечисление продуктов. Но давайте с вами реально оценим наше сегодняшнее питание. Насколько оно разнообразно, насколько оно цветное, как часто оно у вас меняется, да, либо есть какие-то свои даже любимые блюда и продукты или их сочетания. И если оценить, опять же, свои питательные привычки и любимые продукты адекватно, то, безусловно, вывод напрашивается сам собой. Из питания мы их не получаем по нескольким причинам. Ну, во-первых, на самом деле у нас нет такого, знаете, разнообразия продуктов, как стол. Вот когда пир идет в сказках, да, вот обычно в мультфильмах показывают, когда стол ломится разнообразными продуктами. Чаще всего это один-два продукта каких-то базовых основных и там что-то добавляется, да. Нет такого разнообразия. Опять же, продукты чаще всего привозные, они хранятся, хранение уменьшает содержание питательных веществ. Мы перерабатываем их. Очень мало у нас сыроедов, да, которые любят есть продукты сырыми, мы все равно их подвергаем термической обработке, заморозке и так далее и тому подобное. То есть количество витамин в конечном блюде нашем, который попадает к нам на стол, и, соответственно, наш организм снижается до, там, совсем небольших размеров. И, соответственно, эти размеры не могут обеспечить поступлением в наш организм вот той суточной нормы витаминов, которая бы давала нам вот все преимущества успешного человека, да, и уровень энергии, и иммунитета, и хорошо выглядела, да, чтобы наша кожа, чтобы мы с вами хорошо выглядели в общем и так далее и тому подобное. И поэтому здесь нужно говорить, да, о том, что уже все современное человечество, Япония, это впереди планеты всей, где долгожителей очень много, Европа прогрессивная и, в общем-то, прогрессивные люди, живущие в странах СНГ, они уже знают, что нам с вами нужно помогать, помогать своему организму, и для того, чтобы он действительно получал все необходимые микронутриенты ежедневно, да, и помогать своей еде, делать ее более сбалансированной. За счет чего? За счет добавления витаминно-минеральных комплексов в свою жизнь, да, таких комплексов, которые бы сочетали все эти важные микронутриенты и давали вам вот тот необходимый уровень энергии. И здесь компания Арифлейм, конечно же, ни для кого не секрет, в 2009 году у нас вышел потрясающий продукт Wellness Pack, который действительно является залогом успеха большого количества сейчас человек, даже не на тысячи, а, наверное, на сотни тысяч идет сейчас счет, людей, которые уже любят, знают и регулярно пьют Wellness от Арифлейм. Почему? Потому что действительно это вот не такое высокопарное выражение, да, Wellness Pack – залог успеха, а это действительно то, что, ну, это действительно так, потому что вот все эффекты, которые вы сейчас видите на слайде, которые перечислены, да, что это и повышение уровня увлажненности и эластичности кожи, и это уменьшение негативного влияния ультрафиолета, и это высокий жизненный тонус, это высокая защитная функция нашей иммунной системы, это улучшение радости сердца, это увеличение выносливости и улучшение зрения, вот даже, там, улучшение наших подвижностей, суставов и так далее и тому подобное. Это все благодаря, конечно же, уникальному компонентному составу, да, это не просто слова, а это обусловлено тем, что входит в состав нашего замечательного продукта. Wellness Pack. Что это такое? Это продукт, созданный на основе трех компонентов, точнее, в его состав входит три замечательных продукта, универсальных и дополняющих действия друг друга. Это астаксантин, шведский бьюти комплекс плюс, да, это астаксантин и экстракт черники, да. Наши защитники от свободных радикалов, сильнейшие антиоксиданты, это те вещества, которые увеличивают защитную функцию нашей иммунной системы, увеличивают нашу выносливость. И, в общем-то, это те продукты, которые мало где можно найти. Действительно, они в данном случае есть в составе Wellness Pack, и это огромное преимущество. Еще один компонент – это омега-3 жирная кислота, да. Это те кислоты, которые необходимы для наших кожи, волос, ногтей, а самое главное для нашей одной из самых работающих мышц, для нашего мозга, да. Именно он способен перерабатывать информацию, получать информацию, давать какие-то команды нашему организму. И, в общем-то, это то, что помогает ему работать без сбоев, я бы сказала. И, конечно же, это пилюля мультивитаминов и минералов. При этом важно заметить, что наш Wellness Pack создан учеными в Швеции. И на сегодняшний день производится в Англии и по высоким стандартам качества фармацевтического производства GMP. У нас есть этот значок, и вы все можете, в общем-то, распечатать себе сертификаты качества с нашего сайта. Что это значит? Это значит, что компания Арифлейм заботится не только о качестве конечного продукта, но она заботится и о качестве ингредиентов, которые мы используем для создания этого продукта. Мы заботимся о том, чтобы производство, ну, в данном случае, сами фабрики, соответствовали высоким стандартам нашей компании, чтобы сотрудники, работающие на этих фабриках, также были высококлассными специалистами своей области. И именно это подтверждает значок международного качества фармацевтического производства GMP. Причем обратите внимание, что мы получили знак качества не просто год назад, два года назад или даже три года назад. Он у нас был всегда с момента появления этого продукта. Мы выпустили сразу продукт высочайшего качества, подтвержден, которое международным сертификатом, катирующимся не только в Европе, в России, я не знаю, там, в Японии и так далее, и тому подобное. Везде этот сертификат знают, и это действительно, ну, вот такой залог, да, успеха самого продукта. Что еще важно? Да, важно то, что наши продукты, витаминно-минеральные комплексы уже второй год завоевывают награду «Здоровое питание». Вот вы ее здесь видите, вот такое яблочко, да. Второй год мы стали лауреатами этой премии в области здорового питания, о чем мы действительно с удовольствием рассказываем и вам рекомендуем об этом говорить. Ну, и еще один сертификат качества, который есть у нашей компании, ну, в частности, у одного из компонентов Wellness Pack'а – это омега-3 жирной кислоты. Он сейчас появился, кстати, и на упаковках самого Wellness Pack'а, и на упаковке составляющего, ну, в данном случае омега-3 жирной кислоты, которая выпускается в отдельной баночке. Это, ну, вот мы, так сказать, дружим с океаном. Вот такой красненький значок с плывущим, что это, ну, какой-то, этот, как он, парусник, да. Что это значит? Это значит, что это тоже сертификат международного качества, и именно этот сертификат подтверждает то, что мы для получения омеги-3, используемых в Wellness Pack'е и как отдельный продукт, используем только рыбу дорогих сортов, богатую омега-3, полученную из чистейших вод, соответственно, здоровую рыбу без различных там металлов и так далее, и тому подобное. То есть это действительно чистейшие воды. И при этом, почему мы дружим с океаном? Потому что сколько рыбы мы забираем для получения настоящей чистой омеги-3, столько мы и возвращаем океану. То есть мы еще и заботимся о восполнении популяции рыб, которые мы используем для получения омеги-3. Других путей получения рыбьего жира, точнее, омеги-3 и 6 никто не придумал. Вот такой значок международный есть у нас теперь, с прошлого года. Обратите на это внимание. Ну и к тому же важно отметить, что омега-3 от компании Арифлейм проходит пятиступенчатую очистку. То есть это чистейший продукт, в котором нет никаких других примесей, кроме омеги-3 и 6 и витамина Е как стабилизатора. То есть максимально полезный, чистый продукт, который нужен нашему организму. Что еще важно отметить? Что, как мы уже сказали, входит вот такой антиоксидант астексантин плюс черника. Это те вещи, которые, я уже говорила, вы не найдете нигде, но которые сейчас очень сильно развиваются, очень сильно ценятся. И добываются также из чистейших вод нашей любимой Швеции из водорослей, красных водорослей, богатых этим астексантином. И затем он, в общем-то, перерабатывается, и вы видите в итоге вот такие пилюли. И одна таблетка витаминно-минерального комплекса. В чем ее преимущество? В том, что в этой таблетке собраны все необходимые питательные вещества. То есть это и витамины, и минералы. И при этом важно отметить, что компания Арифлейм позаботилась о том, чтобы мы получили продукты, которые бы отвечали потребностям отдельно мужского и отдельно женского организмов. Почему? Потому что потребности у нас с вами разные. Конечно же, питательных веществ нам нужно одинаковое количество. То есть и в мужской, и в женский пилюлю витаминно-минерального комплекса ходят 12 витаминов и 10 минералов. Но при этом, обратите внимание, мужской содержит увеличенную норму магния, хрома, селена и цинка. Потому что селен, например, является шикарным антиоксидантом наравне и с омега-3, да, и он увеличивает и улучшает мозговую деятельность мужчин. Магний, хром, цинк, они отлично сказываются на сердечно-сосудистых системах, отлично сказываются на мышечной массе, да, потому что мужчины чаще любят накачивать мышечную массу, и им нужно в этом помогать. И также они улучшают выносливость организма. А женский wellness pack содержит, вот эта витаминка, больше железа, кальция и фолиевой кислоты. Фолиевая кислота нужна нам и очень хорошо, да, сказывается на женской репродуктивной функции, она нам необходима. Железо, ну, соответственно, вы понимаете, что у женщин есть ежемесячная кровопотеря, его нужно восстанавливать, ну, а кальций – это здоровье костей. Также очень важно для нас, потому что именно у женщин с годами могут быть именно проблемы с хрупкостью костей. Чтобы этого не допустить, конечно же, необходимо принимать вот такие поливитаминно-минеральные комплексы. То есть они созданы с учетом потребностей мужского и женского организма. В чем еще преимущество наших продуктов? В том, что они содержат профилактическую дозировку микронутриентов. Что это значит? Это значит, что ежедневно вы, принимая эти продукты, вы обеспечиваете получение вашим организмом всех необходимых питательных веществ. Но при этом вот кто-то задумывается о том, что будет переизбыток. Переизбытка не будет, потому что компания и наши ученые при разработке учитывали тот момент, что какое-то количество питательных веществ вы будете добирать из пищи, а это будет дополнять и делать вашу еду, которая нужна нам для жизнедеятельности, для получения энергии, более сбалансированной, более правильной. Поэтому вот здесь профилактическая дозировка. Наши продукты подходят для мужчин и женщин старше 14 лет. И, в общем-то, здесь универсальные достаточно продукты, удобные для приема. Внутрь очень удобная форма, небольшой размер, удобно проглатывать. И, что немаловажно, наши капсулы астаксантина и омега-3, у них есть желатиновая оболочка. Так вот, она не содержит бычьего и свиного желатина. То есть наши продукты, они широкого спектра действия, если так можно сказать. То есть мы можем эти продукты предлагать всем людям, в том числе веганам и вегетарианцам. Потому что порой эти люди, точнее им эти продукты как никому нужны, потому что сбалансировать вегетарианский или веганский способ питания по количеству питательных веществ очень сложно. Сложнее, чем обычный режим питания с разными видами белков, ну и, соответственно, витаминов, откуда вы можете получать питательные вещества. Так вот, у них с этим все сложнее. При том, что им нужно все балансировать за счет только растительной еды, если особенно это вегетарианцы, веганы точнее, то питательных веществ, которые есть в животной пище, они вообще не получают. Ну, соответственно, полиненасыщенные жирные кислоты, они, конечно же, могут получать из, например, семян льна и так далее и тому подобное, но лучше, например, из рыбьего жира, потому что это максимально усвоение мы обеспечиваем. И вот здесь нам помогает капсула Wellness Pack, потому что свинину и говядину они не едят, а у нас используется рыбий желатин, что очень удобно. То есть и люди, которые кушают рыбу, либо продукты из рыбы, возможно, они предпочитают именно вот такие продукты. Поэтому также предлагаем. Ну и важно сказать, что для получения стабильных, высоких результатов ощущения своего организма, то есть вот этого хорошего качества жизни и для хорошего функционирования организма, конечно же, важно применять эти витамины ежедневно. И именно тогда вы получите высокие результаты. Что мы понимаем под высокими результатами? Конечно же, вот все те преимущества успешного человека, о которых мы говорили раньше. И здесь я объясню это так. Вот тоже простой пример. Для того, чтобы сделать ваше тело более подтянутым, или мужчины, когда накачивают мышечную массу, там бицепсы, трицепсы и так далее и тому подобное, то есть если, например, поставить себе цель и к 31 декабря получить подтянутое тело, уменьшить объемы на 10 сантиметров, вот представьте, вы поставили себе такую цель, что вы будете делать? Есть два варианта ответа. Вы начнете заниматься каждый день понемногу, ну вот, например, держать планку, потому что это универсальное упражнение для мужчин и женщин, это и осанка, и как раз-таки подтягиваются все объемы, и мышцы все одновременно работают, хотя вы работаете в статике. Каждый день понемножечку, но регулярно, каждый раз вы выполняете планку по 3-5 подходов, там, несколько минуточек. Либо есть другой вариант, да, ну вот вы не делали каждый день до 31 декабря планку, и тогда вы решили, ну, на дворе 30 или 29 декабря, вы решили, что вы два дня усиленно, практически целый день, с небольшими перерывами будете держать эту планку, и вы какой-то результат получите. В каком случае будет результат более стабильный, более заметный? Конечно же, в первом, да, потому что вы ежедневно, день за днем будете создавать свое тело, если так можно сказать, да. Если вы приступите, ну, вот, к этой процедуре за 1-2 дня, но целый день будете делать, или мужчины будут целый день с перерывом только на обед, ужин и завтрак качать себе бицепсы и трицепсы, да, за 2 дня, тоже ничего не накачают, а получат только боль, и укрепятся во мнении, что это очень сложно, тяжело, и никто не захочет больше этим заниматься никогда в жизни, да. Вот так же и с витаминами, да, лучше пить витамины каждый день для того, чтобы поддерживать ваш иммунитет на постоянно высоком уровне, чем пить его в режим, там, я не знаю, авитаминоза, либо 1-2 раза в год, как вот считается иногда, да, мы слышим такие мнения, потому что на самом деле, да, наш иммунитет имеет свойство, как вы понимаете, либо улучшаться, либо уменьшаться, и, конечно же, вот такое регулярное применение витаминов, минералов и омега-3 жирной кислоты не по 6 пачек в день, когда заболели, не по 5, не по 3, и каждый день по одному такому саше, в зависимости, мужской или женский, да, вы будете поддерживать ваш иммунитет в постоянно высоком уровне, будете вот поддерживать свой организм в тонусе, да, как вы понимаете, и накачать мышцы за один день нельзя, так же и иммунитет невозможно получить за один день, но при этом, если перестать выполнять упражнения, то мышцы тоже очень быстро сдуются, то же самое иммунитет, если не поддерживать его в высоком уровне, он тоже постепенно начнет снижаться, потому что, еще раз повторим, витаминные минералы не синтезируются нашим организмом, а они приходят извне, либо с едой, либо вот с такими витаминно-минеральными комплексами, и, соответственно, вот если вы каждый день начинаете с приема wellness пэка, мужского или женского, то, держа у себя в руке один саше, вы держите успех в ваших руках. Это действительно так, потому что благодаря вот тем компонентам, о которых мы говорили, мы улучшаем как раз-таки нашу стрессоустойчивость, потому что там есть антиоксиданты, мы повышаем нашу внимательность и снижаем утомляемость, потому что вы получаете все необходимые микронутриенты. Улучшается уровень и увеличивается, точнее, уровень потребления информации. Вы можете дольше воспринимать ментальную нагрузку и при этом быть более эффективным, потому что, как вы понимаете, чем дольше период идет ментальная нагрузка, тем неподготовленные люди утомляются быстрее, и к концу, в общем-то, эффективность их работы равна нулю. Вот чтобы эффективность вашей работы была одинакова, вне зависимости от времени суток, вот это как раз-таки витаминно-минеральные комплексы Арифлейм, да, Wellness Pack. Это высокая степень адаптации, вне зависимости от природы, погоды, да, потому что, вот, в общем-то, Wellness Pack поддерживает вашу защитную функцию организма на высоком уровне. Это, конечно же, позитивный настрой, потому что вы чувствуете в себе силы, это вам дополнительно, в общем-то, улучшает настроение и мироощущение, и, конечно же, адекватное самовосприятие также всегда будет с вами. Вот что такое Wellness Pack от Арифлейм и как он влияет на успех наш с вами. На самом деле, когда мы говорим о Wellness, мы всегда подразумеваем нашу концепцию, которую мы недавно озвучили, да, с которой мы уже живем, сколько? Ну, наверное, несколько месяцев, да, то есть это наше сегодня послание в мир. Мы говорим о том, что сегодня наша концепция – это красота как образ жизни, это красота изнутри и снаружи, это гармония. И, конечно же, когда мы говорим о Wellness, когда мы говорим о внутренней красоте, о внутренней гармонии, мы подразумеваем и внешнюю гармонию, потому что они неразрывно связаны друг с другом, как орел и решка. Это уход за кожей от Арифлейм. И здесь, безусловно, для того, чтобы восполнить, да, дополнить правильный уход за кожей, за собой, здесь обратите внимание на средства по уходу за лицом, на Вэйдж от компании Арифлейм. Итак, в завершении сегодняшней нашей темы я хочу еще раз обратить ваше внимание, что сегодня мы получили ответы на вопросы, что такое современный человек, и что такое современный успешный человек. И, конечно же, поговорили о преимуществах Wellness Pack от Арифлейм. Продолжение следует. Следующий вебинар состоится 23 октября в 11.00. Проведет его для вас Светлана Назарова. И расскажет она все-все подробности о серии Экобьюти. Не пропустите и обязательно подключайтесь. Спасибо вам за внимание. Есть определенные вопросы, я сейчас на которые увижу, я быстро отвечу. Первое. Все ли витамины усваиваются организмом? Если это суточная норма для нашего организма, которые должны поступать к нам с едой, либо в качестве биологически активной добавки, конечно же, они усваиваются все. Пьем всей семьей, они действительно замечательные. Да, усваиваются, если нет каких-то, ну, понятно, каких-то отклонений организму. Так, 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 что еще? Спасибо. Спасибо вам огромное. Не у нас в Ереване. Мы обязательно к вам приедем, ждем только приглашений. Мы со Светланой завсегда к вам. Спасибо большое вам. И обратите внимание, что вот такую интересную и в какой-то степени необычную подачу, она намного проще и легче. И, наверное, она более позитивна, нежели чем говорить об этих продуктах более таким простым и накатанным путем с точки зрения здоровья. Потому что чаще всего вот такие наши презентации с точки зрения болезней, они максимально увеличивают количество вопросов о каких-либо заболеваниях. А мы все-таки с вами говорим о том, что мы говорим о здоровье. Все употребляют витамины. Спасибо огромное, что вы оценили примеры. Так, когда следующий вебинар Wellness? Если есть такая потребность, то мы его поставим в зависимости от нашей загруженности на декабрь, потому что вот наша цель один раз в две недели – вебинар. Спасибо вам огромное. Для того, чтобы стала цена всем доступна, нужно объяснять пользу. Как убедить мужа пить Wellness Pack? Ну, наверное, нужно первое – самой пить. Мой простой пример. Когда мы только начинали пить Wellness Pack, точнее, я его точно так же начала пить быстрее, потому что здесь играет роль доверие компании, потому что я вижу этих ученых, я знаю об этом продукте очень много. Я начала пить, привезла мужу и сказала, что все просто, мы с тобой… Можно, конечно, пойти с шантажом, любишь меня, пьем и так далее, но нужно просто дать понять, что это так же важно для тебя, и я ему помогала. Он тоже никогда не пил витамины, для него это было достаточно сложно, потому что они для него были большими. И вот для того, чтобы, в принципе, выработать эту привычку, я пошла не на хитрость, а вот на такую вещь. Я ему первое время прокалывала витамины омегу и астоксантин, потому что он их не мог проглотить. И вот он их пил с ложечки. То есть у меня в Wellness Pack всегда стояла иголочка. Через какое-то время он привык, а когда он сходил и сдал кровь, и посмотрел, какой у него гемоглобин, когда у него все теперь спрашивают, это почему у тебя такой гемоглобин, и так шикарно растут волосы, и ты так шикарно выглядишь, и такой ты бодрый и веселый, он всем говорит Wellness Pack, и всем сам рассказывает. Все, спасибо большое. Вот уже различные рекомендации пошли. Спасибо вам огромное, и до новых встреч. Пора заканчивать, время наше подходит к концу. До свидания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...